Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал Яймой Хвост, я его автор и ведущий Олег. Тема сегодняшней нашей передачи будет в каком возрасте правильно будет отнимать щенка от матери и уносить его новому владельцу. Стали поступать вопросы на эту тему, но, видимо, в преддверии Нового Года люди хотят либо себе приобрести щенка, либо сделать какой-то подарок. Для тех, кто хочет сделать подарок, который сюрпризом будет, неожиданный, я хочу сразу предостеречь всех, подумайте, не один десяток раз. То есть для того, чтобы приобрести щенка и подарить ему человека, который не готов к этому щенку будет, то здесь нужно подумать и о владельце этого щенка как таковом, и о самом щенке. То есть не надо вот такие подарки делать сюрпризами. То есть когда вы дарите щенка этот уже обдуманный поступок какой-то, то есть вы должны подобрать правильно и породу, и знать, что владелец готов к приему щенка. Для того, чтобы щенок этот был любимый, нелюбимый, там пол обсудить и так далее. То есть это достаточно серьезный такой поступок, достаточно серьезный шаг в жизни того человека. То есть вам-то что, вы взяли, подарили, да и все, а человек потом будет жить с этим. Вот, щенок тоже, живой организм. Итак, давайте, вот задают вопросы в месячном возрасте, в трехмесячном возрасте или в пятимесячном возрасте, значит, дарить щенка. Ну, здесь в зависимости от того, опытный вы владелец, неопытный вы владелец, был у вас опыт общения до этого с другими собаками и воспитанием, не было такого опыта у вас. И вот здесь отсюда давайте с вами сразу же вот возрастные группы такие по развитию щенка. То есть смотрите, где-то в 30 приблизительно, все это приблизительно, плюс-минус там какое-то время. В зависимости от породы, от роста, от веса там и так далее. Значит, от генетической предрасположенности, опять же. Значит, где-то примерно в 35-дневном возрасте щенок готов к самостоятельному приему пищу. Да, здесь мы можем взять щенка уже, отобрать его от матери, отдать его как бы новому владельцу. Но здесь стоит хорошо подумать, стоит это делать или не стоит это делать. Почему? Потому что здесь вот смотрите, начиная где-то вот именно с до 8-недельного, до 7-недельного возраста щенка, начинается развитие его, он начинает понимать, что такое мы. То есть вот группа щенков, да, социализация, внутривидовая социализация. Он начинает понимать, что есть ему подобные существа, что есть не ему подобные существа, такие как люди, да. А кто вот может научить щенка, например, силу укуса выдавать, именно соизмеримую силу укуса, да. То есть вот он начинает мамку прикусывать за титьку, мамка его раз, рыхнула на него, он начинает своего братика там где-то прикусывать более сильно, да. И начинается у них уже какая-то вот именно социализация. То есть он начинает понимать, что вот это больно, вот это не больно, что есть подобные, есть неподобные. Как вести себя с себе подобными и с не себе подобными. То есть вот смотрите, вот это все идет понятие «мы» до восьминедельного возраста. После восьминедельного возраста уже начинается осознание «я». То есть здесь начинается формирование щенка как личности. И вот в большинстве случаев, естественно, рекомендуют забирать щенка именно вот в этом возрасте. То есть в семи-восьминедельном возрасте. Это я все говорю про психологическое развитие. Но если вы не готовы, если вы не готовы, то, естественно, нужно договориться с заводчиком, да, и подрастить щенка под себя. Но вот здесь вот, вот, как бы тут палка о двух концах. Смотрите, где-то в пятимесячном возрасте у щенка начинает проявляться такая вещь, что он начинает признавать какого-то одного единственного в жизни человека, который будет являться для него вожаком. То есть все последующие, как бы, они будут по статусу старше, да, и так далее. Но самый единственный, верный, вот, это вот где-то в пять месяцев начинает приобретаться. Вот, значит, что касается, если вы взяли идеальный, я еще раз говорю, если вы возьмете щенка в восьминедельном возрасте и начнете его выращивать в домашних условиях, что когда щенок начинает осознавать вот это я, он начинает это я связывать с вашими какими-то индивидуальными особенностями, которые вот именно в вашей квартире. То есть сюда можно ходить, сюда нельзя ходить, да, здесь вот можно кушать, не таская из тарелки, да, здесь можно спать, допустим, да, здесь можно в туалет ходить, да, здесь я по настроению своего хозяина понимаю, что я сделал хорошо, здесь по настроению своего хозяина я начинаю понимать что я сделал плохо да но если вы не обладаете такими вещами то есть если вы не можете еще ну не опытный вы человек то естественно взять лучше немножко подрощенного щенка но это где-то в трехмесячном то есть я дальше пяти месяцев уже не рекомендую брать подрощенного щенка потому что именно вот вожак здесь один единственный любимый он будет как раз где-то вот 4-6 месяцев то есть до и до этого возраста а подрощенный щенок уже будет но здесь смотрите вы можете натолкнуться на такую вещь что в каких условиях именно у заводчика проживает ваш щенок готов ли заводчик выполнить ваши какие-то требования то есть научить собаку там в определенное время кушать в определенное время в определенное место ходить в туалет на газету там на пеленку там или еще на что-то будет ли заводчик уделять то внимание которое нужно уделять этому щенку и воспитает или просто он его просто-напросто вот у себя вот он как как трава будет расти у него если вы не уверены в этом то лучше взять то есть здесь нужно посмотреть не только на генетическую предисположенность вашего щенка но и на порядочность того заводчика с которым вы будете иметь дело ну а все что касается там прививок не прививок я уже неоднократно это рассказывал и еще такой немаловажный момент чем дольше щенок будет находиться на материнском молоке тем естественно для него лучше для его именно физического развития и так мое заключение такое что щенка лучше брать если вы уверены в этом подготовлены в этом то в восьмимесячном возрасте для того чтобы именно правильно все у вас хорошо было если вы не уверены и у вас нету времени находиться с щенком а щенку нужно будет как минимум четырех-пяти разовое питание да то здесь лучше взять щенка подрощенного в трехмесячном возрасте там уже можно ну минимально три раза в день кормить его да и заводчик уже побеспокоиться чтобы научить каким-то определенным правилам приличия вашего щенка и так друзья заслужите доверие заслужить его уважение с вами был канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег спасибо